МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Итоги и перспективы. В Красночитайском районе обсудили развитие сельского хозяйства и строительство новых объектов. Сдай батарейку, спаси ёжика. Чебоксарские школьники присоединились к экологическому проекту. К детям с любовью. Педагог столичного детского сада «Кораблик» стала лауреатом всероссийского конкурса. В Чувашии сегодня с самого утра сильная метель и плохая видимость на дорогах. В такую погоду увеличиваются риски возникновения ДТП. Уже зафиксированы около 40 дорожно-транспортных происшествий. Три человека пострадали, один из них – ребенок. Опасности поджидают водители как на трассах, так и городских дорогах. В городе грузовики не могут справиться с крутыми подъемами и спусками, а водители легковых автомобилей – с управлением транспортным средством. По прогнозам синоптиков, такая же погода возможна и завтра. Ожидается ухудшение видимости до 150 метров. Ветер порывами – до 16 метров в секунду. «Обращаясь ко всем участникам дорожного движения, чтобы сбереть себя и спасти от дорожного трассы, происшить свое транспортное средство и родных, близких, мы советуем не выезжать в эти дни, не создавать помехи участникам дорожного движения, не оставлять свои транспортные средства в неположенном местах, где остановка и парковка запрещена. Конечно, нужно в этом направлении себя обезопасить. Сегодня мы работаем уже в усиленном варианте. Изнесение службы в основном, личный состав дополнительно выставлен в соответствии с требованиями нашего министра внутренних дел в усиленном варианте на федеральной трассе, на республиканское значение. Мы запрещаем сегодня перевозки детские, которые организованы, выезды за пределы нашей республики». В случае ухудшения погодных условий, сотрудники ГИБДД могут временно перекрыть федеральные трассы для грузовиков и автобусов. При чрезвычайных ситуациях на дорогах водители могут обратиться за помощью по номеру 112. Развитие сельского хозяйства, строительства и благоустройства. Эти и другие темы обсуждали в Красночитайском районе. Сегодня там подвели итоги развития муниципалитета за прошлый год. Пандемия коронавируса внесла поправки в привычную жизнь района. Но, несмотря на это, муниципалитету удалось реализовать проекты, намеченные годом ранее, и даже увеличить поступление в бюджет. С ростом на 5% удалось собрать налоги. Больше зафиксировано отчисление от акцизов, от земельного и транспортного налогов, налогов на имущество и НДФЛ. Особую ставку в районе делают на развитие сельского хозяйства. Увеличивается площадь посевных, растет валовый сбор зерна. Однако не вся возможная площадь используется по назначению. Многие земельные участки отданы в аренду, но работы там не ведутся. Выращиваем зерновых на площадь около 4700 гектаров. Это будет треть, даже меньше треть площадей. Вот скажем так, порядка 5000 гектаров у нас занимают так называемые много линии травы старого посева. Что это такое? Там нет много линии трав. Там просто пасутся горовы, лично подворье. То есть работы много и работы усложняются тем, что и на эти площади сегодня невозможно заехать. Снизилось в прошлом году поголовье крупного рогатого скота. Одна из серьезных проблем – нехватка молокоперерабатывающих предприятий. В этом году запланировано строительство трех коровников. По мнению районной администрации, это позволит получать качественное сырье и перерабатывать его на местах. Вновь вернулись к проблеме нехватки воды в деревне Малой Отмене. Решение этой проблемы уже на финишной прямой. Тобрано денег на разработку проекта смертной документации, на строительство системы водоснабжения. Смертная стоимость составляет там 20 миллионов более. Такой объект по инициативе и бюджетной не построишь. И тем более по водоснабжению у нас софинансирование составляет 20%. Естественно, мы должны войти в программу комплекс развития сельских территорий. Если до 1 мая не будет, именно до 2-3 в год не войдем. С помощью господдержки удалось улучшить жилищные условия 9 семей и 12 детей-сирот. Впервые за 5 лет в районе строится жилье. В августе планируют заселить один дом и начать возведение еще двух. В планах отремонтировать дороги, наладить водоснабжение, благоустроить парки и общественные пространства. В прошлом году удалось реализовать 79 проектов по программе инициативного бюджетирования. Еще 75 планируют в этом году. Есть программа развития. В основном, конечно, это аграрный сектор. И при таком отраслевой поддержке людей, работающих в аграрном секторе, возможно внедрение новых конституционных проектов, особенно в области животноводства. И есть земли, которые сельскохозяйственного назначения, которые не введены в севооборот. Это отдельная работа, которой предстоит заниматься. Более того, думаю, что в ближайшее время на каком-то уровне будет какая-то востребованность ближайшего населения в связи с прохождением работ по М12. На совещании отметили, что предприятиям района необходимо активнее пользоваться мерами господдержки для развития бизнеса и увеличения доходов населения. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. 157 дворовых территорий и 109 общественных пространств. Такой итог реализации программы формирования комфортной городской среды в прошлом году. Напомним, жители республики сами выбирали территорию для благоустройства. Такая практика продолжится и в этом году. В прошлом году территории для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды выбирали путем голосования на избирательных участках. В этом году процедура изменилась. На этот раз голосование пройдет на специальной платформе за.городсреда.ру. Минстрой страны и совместность некоммерческой организации «Диалог регионы» создали новый портал. Здесь будет собрана информация по благоустраиваемым территориям всей страны. Зайти и посмотреть на объекты и ход их реализации сможет любой пользователь. Сегодняшний момент стремление такое, чтобы каждый житель, участвуя в формировании этих пространств, голосуя за эти пространства, как раз выражал все свои интересы, все свои задумки, которые он хочет видеть в этих проектах. Эта платформа создана именно для того, чтобы как можно больше жителей вовлечь в формирование этой комфортной среды. Само голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. В нем примут участие 25 муниципальных образований. Каждую территорию представят минимум в двух дизайнах. На портале жители смогут наблюдать за реализацией проектов и оценивать работу. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Заехали на месяц, задержались на год. В Чебоксарах осуждены жители Кургана, подозреваемые в так называемом дистанционном мошенничестве. Но на этот раз дистанция между преступлением и наказанием оказалась минимальной. А похищенные полтора миллиона возвращены потерпевшим. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Почуваши. Мы уже с вами 4 часа разговариваем. Уж почти друзья. Оперативники уже не удивляются тому, что мошенникам, которые представляются сотрудниками банков, верят даже сами работники кредитных учреждений. В октябре 2019 года полтора миллиона рублей на безопасный счет решила перевести экономист одного из предприятий Чебоксар. Женщина усомнилась в своих действиях только два часа спустя. К счастью, на этот раз похищенные деньги не покинули пределов республики. В ходе оперативно-расследовательных мероприятий было установлено то, что использовались банковские карты жителей республики Татарстан. Часть денежных средств по картам жителей республики Татарстан были обналичены в городе Чебоксар в одном из финансо-кредитных учреждений. Это называется обналичивание денежных средств, полученных преступным путем. Через несколько дней сотрудники управления уголовного розыска наведали с квартиру по улице Ярославской. Как было установлено, именно туда отправился злоумышленник после того, как снял полтора миллиона рублей, похищенный у жительницы Чебоксар. В помещении под свой так называемый офис предполагаемые мошенники сняли поближе к основным банкам и деньгам. Ежедневно в одно и то же время выходили к финансо-кредитным учреждениям, расположенным в районе Дома Торговли, где проводили обналичие денежных средств. Писали с такой-то карточки снять столько, что шоу снимали. В момент совершенно неожиданного для них задержания жители Кургана, конечно же, пытались преуменьшить свою роль в преступной схеме. Но следствие уверено, что они знали, на что подписывались. Им давались инструкции о строгой конспирации своей деятельности, о способах совершения обналичивания похищаемых денежных средств, о том, когда и какие денежные средства будут поступать. Инструкции поступали в виде СМС-сообщений в мессенджерах. Малейшее отклонение от них каралось штрафными санкциями и уменьшением суммы вознаграждения, которую задержанные получали за свою работу. Помимо инструкций, обналщики снабжались и всем необходимым – банковскими картами и симками, которые присылались им по почте пачками. Помимо банковских карт, а также сим-карт, которые используются при совершении преступления, были изъяты денежные средства, обналиченные данными лицами при помощи банковских терминалов Чувашской республики, город Чебоксар. Похищенные у потерпевшей средства удалось вернуть практически полностью. Молодые жители Кургана не планировали надолго задерживаться в Чебоксарах, но на год, пока шло расследование уголовного дела, угодили в камеру следственного изолятора. Суд признал криминальный тандем виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к условному лишению свободы. Кстати, по информации чувашских полицейских, позже в Кургане коллеги задержали и предполагаемого организатора преступной схемы. Тот успел набрать новую команду помощников, готовых рискнуть за свои 10% от обналиченной суммы. Глава республики Олег Николаев провел рабочую встречу с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской республике Валерием Катеевым. Тема разговора – соблюдение законодательства. В ходе беседы обсудили итоги деятельности ведомства за прошлый год и актуальные задачи, связанные с развитием конкурентной среды в регионе. Постоянно держим в зоне особого внимания деятельности федеральных предприятий, причем как государственных, так и муниципальных. Мы для себя ставим задачу, чтобы деятельность была на уровне, чтобы здесь был соблюден баланс, с одной стороны, конечно же, обеспечения государственных функций, с другой стороны, чтобы эти предприятия не уходили в убыток и в итоге не становились, конечно, банкротами. Руководитель ведомства считает, что использование специализированной программы позволяет учесть все риски хозяйственной деятельности унитарных предприятий, то есть делать их работу законной и абсолютно прозрачной. В связи с тем, что эти мероприятия в рамках комплайнса, который у нас реализуется активно, в том числе в Чувашской Республике, в органах власти, позволяют на стадии подготовки решений проглядеть ситуацию и оценить риски и нарушения антинопольного законодательства, и это дает свой результат. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги работы за прошедший 2020 год. У судебных приставов непростая служба. Они стоят на страже закона и занимаются поиском должников, обеспечивают выполнение предписаний суда. В период пандемии большая часть работы проходила в онлайн-формате, но и она дала хорошие результаты. Всего за прошедший год поступило более 9 тысяч обращений и жалоб от граждан и предпринимателей. Рассмотрено 18 тысяч ходатай сторон исполнительного производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких обращений выросло на одну треть. В 2020 году гражданами через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг оказано свыше 3,5 тысяч государственных услуг. Процент удовлетворенности граждан, предоставленными государственными услугами, составил 100%. В прошлом году увеличился и кадровый состав ведомства. В управлении было принято 64 новых сотрудника. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Столичный дворец культуры имени Ухсая стал базой для тренировочно-пожарных тактических учений. В нем приняли участие 5 подразделений. Задача предельно проста – потушить пожар и спасти людей. По сценарию очаг возгорания находился в зрительном зале. На момент прибытия пожарных в помещении оставались 14 человек. Воздух есть? Да. При помощи дыхательных аппаратов с звеньями ГДЗС пострадавшие были выведены на свежий воздух и переданы скорую помощь. Личный состав с поставленной задачей справились. На учениях было задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Дворец культуры имени Ухсая для тренировочных учений выбран не случайно. Помимо концертного зала, здесь есть школа по самбо и фитнес-центр. Одновременно в здании могут находиться сотни человек. Эти учения очень важны для нашей организации, так как наша организация проходит спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия с участием детей и взрослых. И мы теперь будем знать, как действовать, и знаем, как действовать в данной ситуации экстремальной. Специалисты говорят, что при пожарах часто возникает паника. В дыму людям трудно найти выход в пути эвакуации. Поэтому на таких учениях отрабатываются пошаговые действия. Для пожарных это хорошая практика. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. Кабинет министров Чувашии одобрил проект закона на запрет охоты на барсука и глухаря на всей территории Чувашской Республики, а на сурка в общедоступных охотничьих угодьях. Некоторые из этих видов рекомендованы в Красную книгу. Ранее подобный запрет уже был, но слабая динамика численности роста барсука и глухаря не позволяет снять ограничения. В связи с этим предлагается сохранить меры на период с 1 апреля текущего по 1 апреля 2024 года. Чебоксарские школьники присоединились к проекту, цель которого – защита окружающей среды от вредных веществ. Ребята будут собирать отработанные батарейки. Стартовала акция на базе 12-й школы. Хочешь изменить мир – начни с себя. Шестиклассница Соня Корсакова считает, что этот лозунг как нельзя лучше подходит к экологическому проекту. Эти ребята одни из первых, кто сегодня получил специальный контейнер для сбора батареек. Батарейки – это все-таки очень опасные отходы и обычно их не принимают просто так. И нам сейчас предоставили такую возможность приносить бытовые отходы в школу и потом все переработать. «Сдай батарейку – спаси ежика» – это наша акция, благодаря которой все стараются приносить батарейки, которые уже испорчены, которые им не понадобятся в хозяйстве. Благодаря этому, конечно, мы спасаем ежиков, животных и природу в целом. Отработанные батарейки в специальных контейнерах потом доставят на перерабатывающее производство. Проект поддержали Министерство просвещения России, федеральный экологический оператор. Этот проект «Экозабота» становится таким предвестником решения всех этих проблем. Мы понимаем, что наряду с экопросвещением, конечно же, очень важно, чтобы была и соответствующая инфраструктура. Вот первый шаг мы сегодня делаем, потому что бы эту инфраструктуру сформировать. Ну а самое главное для того, чтобы вот эти полезные экологические привычки у нас сформировать прежде всего через детей. К акции уже присоединились в 40 школ Чебоксар и Новочебоксарском. Впереди у экозащитников новые планы. Это проект «Умный дом», суть которого научиться разумно использовать ресурсы природы. У нас активно участвуют два отряда. Это 6-й класс отряд «Ремес» и 10-й класс отряд «Эко-Мы». Ребята в этих отрядах активно участвуют и при сборе макулатуры, и сборе батареек. Вот нынешний, сегодняшний проект очень нужный, потому что дети учатся принести пользу экологии. Наталья Мальчикова, Сергей Копеев, «Республика». В Чебоксарах открылись благотворительные центры, где принимают одежду и обувь для нуждающихся. Истории добра и милосердия взрывают социальные сети. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Я Измирия Центра Кучмала. У нас тут ребята сменку забыли. Мы все постирали и вот решили вам пить. В школах и кружках всегда собирается куча потерянных вещей, не говоря уже о наших домашних закромах. Как часто бывает, надел ребенок костюмчик и вырос, а вещь в хорошем состоянии. Подсказываем, где ее примут с благодарностью. Торговый центр «Питер», «Дом мод» и «Точка на энтузиастов-21». Есть люди, которые приносят сразу много вещей, большими мешками, пакетами. Есть уже люди, которые просто по пути на работу забегают, оставляют пару вещей и бегут дальше по своим делам. Они обязательно проходят санитарную обработку в химчестке. После этого малоимущие люди, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры могут прийти, заполнив небольшую анкету, забрать вещи с собой. Если у вас нет официального статуса малоимущего, одежда вам все равно дадут. Анкеты нужны для отчета. Беспокоиться за свои данные не стоит. Единственное правило – в одни руки выдается не более трех вещей. У центра уже есть постоянные посетители. Вот только сниматься они отказались. Я стала свидетелем одной очень трогательной истории. Я сдавала вещи, пришел дедушка, спрашивал, есть ли здесь варежки. Их не оказалось. И мне кажется, это зеленый свет всем нашим жителям. Принести сюда теплые вещи, чтобы нашим близким стало тоже тепло. Благотворительные вещевые центры открылись благодаря победе чебоксарских волонтеров в конкурсе фонда президентских грантов. На его средства было куплено оборудование. Проводится химчистка одежды. Сотрудники национального телевидения «Чуваши» подключились к проекту серебряных волонтеров. И мы очень будем рады, если у нашей одежды и обуви начнется новая жизнь. Мария Шоклева, Александр Атеков, Республика. Марина Васильева из столичного детского сада «Кораблик» стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России-2020». Ее образовательные практики достойны тиражирования. Творить, искать и развиваться – такому девизу следует амбициозный педагог. Еще учась в школе Марина поняла – монотонная работа в офисе точно не для нее. После недолгих раздумий решила поступать на педагогический факультет и ни разу не пожалела. Работа в садике приносит ей огромную радость. Дети – это то, что они непредсказуемы. Ты не можешь спланировать. У тебя есть план, но он всегда может пойти не так, как ты думал. И вот это умение маневрировать ситуации и быстро подстраиваться под них, и успеть словить их внимание, потому что если ты не успел – все, занятие, можно сказать, ушло не туда, куда надо. Это путь к развитию всегда. К финалу в Перми Марина готовилась основательно. Нужно было провести занятия с детьми и представить свою педагогическую находку. Ею стала песня «Кабы не было зимы». А еще воспитатель провела урок по финансовой грамотности в форме увлекательной игры. Подожди, у нас нет денег. Как мы с вами будем отменять? Правильно! Марина не дает детям скучать и постоянно придумывает для них новые интересные занятия. Добрая. Дело. Хорошая. Красивая. Красивая. Очень нравится. Еще гуляем, песни поем. Зарядкой занимаемся. Зарядкой занимаемся. Мне нравится ходить в садик. Такая оценка дорогого стоит. Лауреат всероссийского конкурса вновь в творческих поисках. Девушка намерена развивать свою авторскую программу под названием «Клуб деловых детей». И хочет привлечь к ней школьников младших классов. Ольга Семенова, Бахтияр Велиев, Республика. В Татарстане прошли дни чувашского кино. В рамках кинофорума состоялись не только просмотры, но и обсуждения картин их актерского состава, режиссерской работы. Фильмы, снятые чувашскими кинематографистами, показали в нескольких населенных пунктах Татарстана, где проживают чуваши. Зрители увидели шесть картин и отнеслись к ним с большим интересом. Имена и своих земляков я там встретил в этом фильме. Родственников, проживающих в Казани, чуваши, тоже упомянуты. Это достоверный фильм. И мне он, конечно, понравился. Вот уже ждем вторую серию. Речь идет о кинокартине режиссера Андрея Митешина «В Красном море». Фильм рассказывает о событиях Октябрьской революции 1917 года. Напомним, Казань в те годы была не только административным, но и политическим центром губернии. Многие действующие лица и события сыграли важную роль в становлении чувашской государственности. Причем сделано очень классно, несмотря на то, что очень много диалогов, очень много дискуссий, которые тяжело воспринимаются. На самом деле, снято великолепно. Тут показаны позиции различных партий, людей. Очень, конечно, хочется посмотреть все фильмы, которые вы привезли в Республику Татарстан. Организаторы фестиваля рассчитывают, что совместная работа и обмен творческим продуктом только укрепит дружбу народов и создаст новые возможности для культурного развития. Дни чувашского кино в Татарстане у нас проходят первый раз. Это очень важное мероприятие. Язык кино, он понятен для всех. Нам хочется, чтобы было побольше игрового кино, но также и документального, и для детей. Сохранять свой язык, свою культуру надо начинать уже с детского, садиковского возраста. И авторитет своего языка родного и рейтинг, он тогда повысится. Дни чувашского кино завершились показом короткометражек «Юман» и «Наследие». И, судя по отзывам зрителей, организаторам можно планировать следующий фестиваль. 4 и 5 марта в столице Чувашии пройдет межрегиональная выставка «Картофель-2021». Хозяйства республики начинают готовиться к этому событию заранее. Один из главных организаторов выставки – компания «Агроинновации». Крупные клубни в одну сторону, мелкие в другую. А Левтина Евдокимова вот уже два года работает на сортировке в картофельном хозяйстве. Пришла сюда, как только вышла на пенсию. А это картошка, сами же дома картошки. Картошка хорошая. Кураж, чайка, виза. На полях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства выращивают 7 сортов картофеля. Всего же специалисты исследуют более 60 разновидностей и выбирают наиболее пригодные для нашего региона. Кстати, здесь вывели и новый сорт второго хлеба, называется «Аван». Над ним сотрудники института трудились 11 лет. Сейчас «Аван» проходит госиспытание. Она красно-клубневая, глазки немножко розоватые, внутри белые. Сейчас рынок спрашивает, внутри белая мякоть у картофель. Вот мы искали, нашли такой сорт, востребованно спрашивает этот сорт. Механическим повреждением устойчиво, по вирусам устойчиво, по фитофторе устойчиво. Кому-то желтый, кому-то белый, а кому-то вообще синий. Каждый покупатель хочет определенный сорт. Более того, к каждому району республики подходит тот или иной вид. Все в зависимости от почвы и климата. А такие выставки – отличная возможность напрямую пообщаться производителям и потребителям. Такая выставка нам нужна в первую очередь для того, чтобы производители общались между собой. А второе, чтобы производители и покупатели попали в одно место, в одно точку, в одно время. Покупатели сказали, что они хотят, а производители сказали, что они производят. Вот это поле общения как раз и двигает нас в дальнейшее направление. Какой картофель более интересен, более важен. Около 50 гектаров картофеля выращивается только на полях научно-исследовательского института. А это более 1100 тонн продуктов в сезон. Москва и Московская область, Самара и Саратов, Ростов и Краснодар. Земляные яблоки из нашей республики покупают по всей стране. Посевной материал можно будет приобрести и на выставке «Картофель-2021». Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Это были главные новости четверга, 25 февраля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова